Здравствуйте! Вы смотрите наше утро на Амурском областном телевидении. Екатерина Рыжкова, Станислав Леонов. 22 декабря, пятница. И в преддверии самого волшебного праздника в году, Нового года, мы хотим пригласить вас на бесплатную выставку под названием «Новогодняя игрушка России». Да, и подробнее немного о ней сейчас расскажем. На ней представлено 250 рукотворных изделий. Их создали мастера из 17 регионов нашей страны. Увидеть их можно в Амурском областном доме народного творчества. Названия у этих работ очень интересные. Например, северное солнышко из Магадана. Оно не греет, но светит ярко. Петербургские кружева из Советска. Помощник Деда Мороза из Воронежа. Русские красавицы из Уссурийска. Обязательно приходите, смотрите на красоту. Выставка будет доступна до 15 января. А мы продолжаем. Вот что увидите сегодня. День рождения российского хоккея. День бардовской песни и другие праздники можно отметить сегодня. А еще 22 декабря в разные годы в Амурской области произошли интересные события. О них в нашей исторической рубрике. Чеснок – популярный продукт в прикуску в период ОРВИ. Но не всем он полезен. Об этом в нашем постоянном разделе «Продукты для тебя». Гости нашей студии тоже умеют лечить силы искусства. Татьяна Федоровна Бедина – директор областного театра драмы. А еще почетный Бамвиц. Вторые гости – фронтмен и гитарист известной местной группы «Блокада сердца» расскажут о новом альбоме в канун его презентации. И завершим выпуск полезными советами для тех, кто собирается в новогоднюю ночь раскрасить небо салютом. Прямо сейчас мы недолго прервемся. Далее в эфире новости. Никуда не переключайтесь. Увидимся в этой студии через 10 минут. Продолжаем наше утро. Приветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился. Екатерина Рожкова, Станислав Леонов. В студии рубрика «День в истории». Пока вы наливаете себе чай или кофе, мы с Астасом расскажем о событиях этого дня. Во-первых, 22 декабря отмечают в России День энергетика. И всех, кто причастен к этому событию, мы, конечно же, от всей души поздравляем. Профессиональный праздник всех работников промышленности, которые охватывают выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. А еще важно помнить, что 22 декабря – это самый короткий день в году завтрашнего дня. Солнце, световой день будет увеличиваться, и это также не может не радовать. Да, это день зимнего солнцестояния. Есть летнее солнцестояние, а это зимнее. День образования Пенсионного фонда в России также отмечается сегодня. Это крупнейшая федеральная система страны, которая оказывает услуги в сфере социального обеспечения граждан. Да. День рождения российского хоккея также отмечается 22 декабря с 1946 года. Уже вот немало лет. Невероятно хочется, чтобы и наша сборная участвовала в международных состязаниях. Соскучились, мне кажется, граждане по этому. Есть и неофициальные праздники, например, День бардовской песни. Тебе приходит какая-нибудь на ум сразу песня? Я с уроков музыки вспоминаю. «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобой?» У меня сейчас очень много песен в голове перемешались в один большой альбом. Мне кажется, я позже тебе выдам вариант бардовской песни. Также День наступления ночи. Ну и, в принципе, все. Вот все официальные и неофициальные праздники вам выдали. А сейчас расскажем, какие события произошли в этот день в истории Амурской области. Тысячи благовещенцев собрались на стадионе Амур 22 декабря. Пришли покататься на коньках и стать участниками традиционного ледового бала. На коньки встали и представители местных властей, от губернатора до министров. Гостям бесплатно выдавали на прокат снаряжение, угощали горячей кашей и чаем. Организовали концертную программу и конкурсы. Победителям игр в мини-хоккей и керлинг вручили памятные призы. Благовещенской ТЭЦ в 2016 исполнилось 40 лет. В 1976 электростанция начала отапливать микрорайон города. Ранее тепло Благовещенску давали около 200 мелких котельных. В 2016 году на предприятии работали более 700 сотрудников. Кстати, в юбилейном году станция выработала рекордное за всю свою историю количество гигакалорий и киловатт-часов. Более сотни детей из приютов, детских домов и малообеспеченных семей посетили губернаторскую елку в Благовещенске. Ребятам показали премьеру новогоднего спектакля о медведе, не верившем в Деда Мороза. Аниматоры развлекали ребят играми. С Новым годом собравшихся поздравил экс-губернатор Александр Козлов. Открытие снежного городка в Белогорске в 2018 было примечательно звериным шествием. Толпа ряженых вышагивала по улицам. Дед Мороз на квадроцикле, избушки на курьих ножках, остальные звери пешим ходом или на лошадях. Все направились на открытие снежного городка и принесли с собой живого поросенка – символ наступающего года по восточному календарю. Жители областной столицы участвовали в городском конкурсе на самый красивый двор. Перед подъездами появились снеговики из деревянных чурок, на детских площадках – ледяные горки. Сооружать новогодние украшения выходили всем домом. В других дворах украшали елки, развешивали новогодние игрушки из разноцветных кубиков льда. Катя, поделюсь с тобой личной историей. Еду с бабушкой по улице Ленина, напротив педагогического университета, и дорогу переходят китайские студенты. Идут без шапок, я говорю, смотри, колно на улице, говорят, без шапок. А это все потому, что они чеснок едят постоянно. Это вот она так оправдывает то, что им можно гулять без шапок, и они не заболевают от этого. – Был ли у тебя раньше что-то вроде амулета от киндера-сюрприза? Туда клали дольку чеснока и носили на шею так же, чтобы не заболеть. Это отпугивало якобы, по мнению родителей, все бациллы. – Обязательное условие. Каждая зима новый киндер, новый чеснок. В какой-то момент я даже понял, что, блин, прикольно, он меня спасает, и мне это нравится. – Говорят, что чеснок помогает не только при заболеваниях ОРВИ, но и также при других. Правда, тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, чеснок запрещен. Об этом и не только послушаем подробно в нашей постоянной рубрике «Продукты для тебя». Доброе утро! Чеснок – одна из древнейших культур, которую люди начали использовать в кулинарии и медицине. Еще четыре тысячи лет назад его выращивали в Средней Азии, Иране и Пакистане. Он был обязательным продуктом и в рационе древних египтян. Также им кормили рабов, занятых на тяжелых работах, чтобы придать им сил и предупредить возникновение болезней. При раскопках в древней гробнице фараона Тутанхамона были найдены головки чеснока. Чеснок – прекрасный иммуномодулятор. При простуде, насморке, боли в горле, инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, в том числе и гриппе, чеснок будет вашим надежным помощником в борьбе с болезнью. Также активные вещества чеснока разжижают мокроту и способствуют ее быстрому выведению. Чеснок оздоравливает сердечно-сосудистую систему, снижает уровень плохого хорестерина, делает стенки сосудов более эластичными и таким образом предупреждает атеросклероз, образование тромбов, инфаркт. Применяется при гипертонии, уменьшает нагрузку на сердце, повышает работоспособность сердечной мышцы и улучшает кровообращение. Благодаря наличию алицина чеснок способен служить профилактике рака. Вещество выводит из организма свободные радикалы, которые могут негативно воздействовать на клетки и провоцировать их неправильное развитие. Чеснок используется при болезнях печени и желчного пузыря, так как способствует восстановлению клеток, разжижает желчь и предотвращает образование камней. Для мужчин и женщин в равной мере чеснок полезен при проблемах в мочеполовой сфере. Благодаря дезинфицирующим качествам он быстро устраняет воспалительные процессы. Чеснок полезен для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках. У пожилых людей предупреждает появление старческого слабоумия и развитие инсультов. Несмотря на все свои полезные свойства, чеснок имеет ряд противопоказаний. Он активно стимулирует пищеварительную систему, поэтому запрещен при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка, хронический панкреатит, гастрит. Пользуйтесь нашими советами и будьте здоровы! ХОЛОДНО, ХОЛОДНО, НО НИЧЕМ Знаете такую песню? Мы знаем, и мы считаем, что как будто бы это прям гимн зимы в Амурской области. Мне кажется, зима у нас длится гораздо дольше, чем три месяца. Все устают от этих холодов. К тому же ощущается всегда холоднее, чем это есть на самом деле, чем показывает термометр. Готовишься к минус 25, выходишь на улицу и кажется, что там минус 50. А самое главное, что есть друзья и знакомые, родственники, которые живут на Западе и, допустим, в Москве, пишут, у нас будет похолодание, будет холодно. Приезжайте, увидите настоящую зиму, у нас минус 3, минус 5. Дорогие наши, вы к нам приезжайте, мы вас познакомим с Амурской зимой. Настоящей дальневосточной. О том, какая погода ждет жителей региона сегодня, смотрите далее. Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе традиционного подведения итогов года впервые вручил высшую награду региона почетный гражданин Амурской области Татьяне Федоровне Бединой, директору Амурского областного театра драмы. В такой должности ее знают большинство амурчан. А вот то, что она жила и работала 11 лет на БАМе, немногие. Сегодня об этом мы и поговорим лично. Татьяна Федоровна, доброе утро. Здравствуйте. Рассказывайте, давно ли были в Тынде и давно ли были на БАМе? Действительно, этот факт вашей биографии немногие знают. В 75-м году я приехала на БАМ. Вы знаете, что в 74-м начиналась стройка. Это был Джелтулакский район. Не было еще никакого города Тынды. Был Джелтулакский поселок, язык сломаешь. И приехала я заведующая отделом культуры Джелтулакского райисполкома. Но вовсю уже шла стройка Байкала-Амурской магистрали. Приехав и оценив вообще масштаб, кадры какие там уже были из других территорий нашей большой страны. И вообще какая-то такая движуха, драйв такой. Мне захотелось там остаться. Когда мы ехали на БАМ со своей семьей в октябре, уже попали в такой бурный снегопад. Уже была такая зима. И на Амурской Аям, на магистрали, мы чуть не попали в аварию. Но, слава богу, доехали живыми, здоровыми. Меня с семьей поселили в учительской музыкальной школе, где две двери были насквозь открыты. И заходи, не закрывались, да. На железнодорожных путях стояли локомотивы, которые вырабатывали и подавали электроэнергию. И бывало так, что потерялась фаза, и целый день невозможно сварить даже суп. Но жизнь на БАМе была уже тогда очень бурная. Я очень хорошо помню первый концерт, который мне было поручено приготовить. Это к 7 ноября в Доме культуры «Юность». А тот, кто знает БАМ, он знает, что он назывался «Здание Оща» серии особо щитовое. Оно было особо щелевое. Было там холодно, на сцене холодно. Зрители в зале сидели все одетыми. Артисты, как всегда, раздевшись. Концерт был блистательный, потому что очень много было талантливых уже участников художественной самодеятельности. И когда я возвращалась домой в музыкальную школу, я заблудилась в темноте. И чуть не замерзла. И слава богу, домой дошла. И, простите, оттирали меня спиртом. И без последствий. Так что вот такая начиналась у меня яркая, бурная жизнь. И она продолжалась 11 лет. И я ни капельки, ни разу не пожалела о том, что мне такая судьба, доля выпала. За кулисами мы с вами переговорили по поводу температуры. Я говорю, что зимой минус 40. Нет, нет, минус 55. Минус 55. До той поры, пока не появилось Зейское водохранилище, температуры были такие. Вы же знаете, тында, она как бы как в котловане находится. Вообще, выходишь на улицу, дух захватывает, завязал себе пол лица платком. А люди работали на трассе в такие морозы. Весь день, конечно. Ну, конечно. И в учреждениях культуры, конечно, бывало холодно. Вот в Джилтулакском районе у меня было 5 учреждений культуры клубного типа и библиотека. И везде свои котельные. Поверьте мне, горели насосы, отопление заканчивалось, и все время приходилось решать эти проблемы. Зато какая красивая снежная зима была. Беленькая, чистенькая, правильно? Ну да, зима была красивая, снежная, белая и так далее. Но очень сложная. Потому что учреждения культуры тогда находились в разных поселках. Не было еще Могот, Муртегид. Этих еще не было. Были поселки такие, как Усть-Тюркима, Усть-Люкже, Бугарки, Уркан. В общем, вот так. Соловьевские же с ними. Да, и большое расстояние между ними. До сих пор устояло. Конечно, мы на машине преодолевали это, на этой буханке обыкновенной, полуобогреваемой. Случалось так, что колеса прокалывались. И спасибо, находились друзья. Не было мобильных телефонов. Я в жизни не забуду, когда мы кое-как дотянули до одного из, как это сказать, населенным пунктом это не назовешь. Это на Амуро-Якутской магистрали находился такой пост. И можно было там как-то по какой-то рации связаться, чтобы тебе колеса прислали. И был такой Марк Борисович Шульц, который стал потом мэром города. Друг, помощник, который выслал машину, нас спасли. И все было замечательно. Хорошо, что есть такие люди и друзья, самое главное. Татьяна Федоровна, я знаю, что еще проходил такой фестиваль крупной «Огни магистрали». Расскажите про него немножечко. Ой, у нас очень много было таких, знаете, знаковых мероприятий. «Огни магистрали» он один из них. Когда приезжало 200-250 артистов, у нас Иосиф Давидович Кобзон раз в 8-10 был. Я даже не могу сказать сколько. Он у нас был почетным гражданином города Тынды. У него много было юмора по этому поводу. Он говорил, я почетный и нечетный. Потом к нам приезжали такие ведущие, прям все исполнители. Они почитали за честь приехать и получить благодарности, награды, чтобы потом получить звание. Но кроме фестиваля «Огни магистрали» был совершенно замечательный, потрясающий фестиваль гитарной песни на БАМе. Вот все годы, сколько я там была, мы совместно со штабом ЦК на БАМе проводили этот фестиваль. И к нам на этот фестиваль прилежал Дин Рид. И у меня кадры есть с его присутствия там. И на этой знаменитой сопке фестивальной, где он пел, все сидели просто на земле, вокруг, вся сопка. Она по весне вся в богульнике. А вот когда был фестиваль «Дело к осени», все были в зрителях. Это было, знаете, такое какое-то единение, такая радость, такое вдохновение. Это так ярко рассказали нам. А еще фестиваль пушкинской поэзии, когда к нам приезжали из музея Пушкина специалисты. А еще фестивали всякие праздники улиц, городов. А еще клуб «Зеленая лампа», который мы создали. Вот представьте себе, почему «Зеленая лампа»? Потому что Пушкин бывал при «Зеленой лампе» и до сих пор живет этот праздник там на БАМе. Пока живы те люди. Я думаю, что в следующем году будет 50 лет БАМу. И мы будем видеться чаще, будете рассказывать нам. И может быть, ты знаешь, что давно там не были, мы с вами даже туда на экскурсию съездим. Хотелось бы. Согласны? Ну, мы, наверное, на гастроли туда съездим. У нас есть план поехать по населенным пунктам БАМа и в Тынду. Спасибо огромное, Натяна Федоровна, что стали гостями нашего утра. Далее в эфире новости. Никуда не переключайтесь. Мы увидимся с вами в этой же студии буквально через 10 минут. Продолжаем встречать наше утро вместе с вами. Екатерина Рыжкова, Станислав Леонов. На календаре 22 декабря. Еще чуть-чуть и Новый год. Подарки купил? Нет, еще. Вот сейчас читаем гороскоп. И я спрошу у звезд, кому, что и сколько нужно купить самое главное. Главное, да, в какой день, будет ли он благоприятным. Не знаю, подходит ли этот день для покупки подарков, но астрологи говорят, что день дает шанс получить ответы на многие вопросы. Постарайтесь максимально эффективно использовать его первую половину. Именно она лучше всего подходит для важных дел. Вероятным становится примирение после серьезных ссор, урегулирование давних конфликтов. Отношения, которыми вы дорожите, могут измениться к лучшему. Будет шанс укрепить семейные связи. Ну и самое главное, велик соблазн отложить все дела на потом. Более подробный прогноз для каждого знака зодиака. Смотрим далее. Овны. Контролируйте настроение. Оно может негативно отразиться на отношениях с любимым человеком. Тельцы. Меньше думайте о делах насущных, больше занимайтесь будущими перспективами. Близнецы. Вы будете идейным предводителем, а коллеги начнут реализацию проектов. Все честно и искренне. Раки. Если хотите сохранить во всем стабильность, то не нагнетайте обстановку темными мыслями. Львы. Соображайте быстрее, внедряйте фантазии и опыт. Это что касается деловых планов. Девы. Если на этот день вы запланируете слишком много, то получите мизерный результат. Постарайтесь действовать в меру своих сил и экономьте время. Весы. Придется любыми способами уходить от конкуренции. Если поступите иначе, то про ваше мнение и принципиальность можно забыть. Скорпионы. Богатый опыт пригодится не только в коллективе, но и в семейной жизни. Стрельцы. Благотворный день для личностей творческих. Вы сможете ловко управлять не только своими идеями, но и талантами окружающих людей. Козероги. Хороший день для строительства, вложения денег в имущественные дела. Водолей. Возможно массовое мероприятие, семейный праздник или переезд. Рыбы. Звезды советуют спокойнее реагировать на все, что говорят и предлагают. Если начнете бунтовать и взрываться, то удар извне будет болезненным. Известная амурская музыкальная группа «Блокада сердца» дарит подарок своим поклонникам. Акустический концерт с симфонической группой, на которой они презентуют вторую часть альбома «Литсон» и новый трек под названием «Оно». Концерт пройдет уже завтра на одной из творческих площадок Благовещенска. Сегодня к нам в студию заглянули Александр Худей, фронтмен группы «Блокада сердца» и ее гитарист Евгений Нухрин. Доброго вам утра. Всем привет. Доброе утро. Доброе утро. Невероятно рады вас поприветствовать. Мы как будто бы на концерте в первом ряду. Это здорово. В нулевом. Да, да, да. Мы даже участники группы как будто бы. Как долго работали над альбомом «Литсон 2»? Ну, два года по сути. Два года, потому что было очень много сессионных музыкантов, именно скрипичных. Потом процесс сведения и мастеринга, достаточно затяжной такой период. И еще, по-моему, мы попали в ковид. С этим, то есть тормоза какие-то были во время производства. Ну вот, все, что получилось, на суд слушателей. Пожалуйста, у нас, получается, презентация будет... Завтра? Завтра, да. Завтра в Пушкарев арт-галлери в 18 часов мы презентуем нашу пластинку под названием «Литсон 2». Ждем всех обязательно. Да, ждем обязательно. Конечно, конечно. Вы упомянули симфоническую группу. Расскажите немного о команде тогда. С кем работаете, как создавали? Вообще, это новое видение старых песен, но в такой акустико-симфонической конве, грубо говоря. То есть наш клавишник Владимир Шулепин прописал партии. У него, слава богу, есть музыкальное образование. Вот. От нас. И вот мы использовали людей. Это плохо сейчас звучит. Использовали людей. Ну, тем не менее, музыкантов с большой буквы, которые помогали нам создавать этот продукт. Сводили и мастеринг делали в Москве. Ну, на сцене нас будет, наша команда, три человека плюс барабанщик, саксофон, струнная группа, четыре человека. Ну, вот, то есть, примерно 10 человек нас будет. Как это? На новый уровень вышли? Это новая ступенька творчества? Это параллельная. Она какая-то параллельная, наверное. Параллельная линия, да. Да. Ну, в любом случае, каждый шаг – это шаг развития, это рост, это что-то новое и интересное. Сколько песен, сколько треков вошло в альбом? В Listen 2 вошло 7 треков, ровно столько же, сколько и в Listen 1. То есть, всего было записано 14 треков. Сейчас такие большие альбомы не выпускают, и время диктует, нужно релизы делать такие покороче. Поэтому готовность альбома была год назад, мы ее разделили на две части, и, собственно, вот вторая часть. Давайте так, это будет наш новогодний подарок нашим слушателям, фанатам, поклонникам. Я думаю, что мы не будем оттягивать, и вижу, что гитара в руках. Да, давайте, сегодня мы исполняем только песни из Listen 2. Там есть наши пара бомбических хитов, но сегодня мы их играть не будем. Давайте послушаем менее популярные песни. Ну, не менее хорошие. Не менее хорошие, уверен. Поехали. Поехали. Танцуй, красавица, танцуй, танцуй, за славы поцелуй. Танцуй, красавица, танцуй, танцуй. Браво, браво. Зря вы говорите неизвестный. Засчитано? Засчитано. Зря вы говорите, что неизвестна композиция, я знаю, я слушаю. Раз в неделю, густаня. Менее известный, потому что первый трек на Listen 2 – это «Приходи домой». Мы, на самом деле, ее уже презентовали год назад, выпустив клип, как раз с участием вашего канала. Поэтому эта песня уже была у всех на слуху, и здесь она будет, давайте так, гвоздем программы. Более того, в ней даже есть «Пожары и дожди» в акустической версии, поэтому... Они тоже прозвучат. Они тоже будут в «Listen to», и, естественно, завтра вы все эти песни услышите в нашем исполнении. Очень завидую всем тем, кто придет на концерт, придет на презентацию. Подводя итоги года уходящего, 2023 года, как он прошел для вас? В целом, я думаю, очень продуктивный. То есть два альбома, сингл, новые песни, это оно, обязательно послушайте. Это, наверное, главный наш подарок в уходящем году. Ну и, конечно же, концерты. Концерты впереди, еще клип будем выпускать в следующем году. Это уже в новом, да, году? Да, в новом году, поэтому наших поклонников ждут сюрпризы. Мы постараемся оправдать все ожидания. Очень ждем. Программа наша подходит к логичному завершению, точнее, наш сюжет. Это эфирное время, да, ограничено. Мы очень хотим насладиться еще вашим исполнением. Давайте завершим нашу встречу подарками. Вот именно вот так будет выглядеть наш альбом. То есть на всех цифровых площадках, как увидите эту картинку. Обязательно кликайте, слушайте, добавляйте в подвески. Так нам сейчас не заверуют? Это вам. Спасибо большое. Это вам, наша книжечка, Стас, с автографами. Спасибо. Можно аккорды. Все там написаны. Я начал заниматься гитарой, поэтому я все выучу обязательно. Отлично. Спасибо, очень приятно. Отлично, отлично. Ну и вот так выглядит наш альбом, презентационная версия на такой интересной флешке. Собственно, завтра мы такие будем продавать. И здесь оставляют свои автографы. Класс. Спасибо огромное. Поэтому давайте закончим наш эфир песней. Песня из второй части Listen. Она называется «Тоска». Такая романтическая песня. Вот это для меня. У меня в голове фотопленка, Что другим позитив, Для меня негатив. Я похож на слепого ребенка, Научился ходить, Но еще не привык. Ночь, поговори со мной, тоска. Мне ты так понятна и проста. Спит моя счастливая звезда. Ночь, поговори со мной, Ночь, поговори со мной, тоска. Мне ты так понятна и проста. Спит моя счастливая звезда. Ночь, поговори со мной, тоска. Вот такая. Спасибо. Спасибо большое. Вам ждем всех на концерт завтра. Спасибо. Нас не нравится. Спасибо. Всего 8 дней остается до наступления нового 2024 года. Амурчане активно к нему готовятся, В том числе закупают пиротехнику. Сам вчера заехал в один из магазинов, Купил себе маленькую коробочку на подарок. Думаю, буду запускать новогоднюю ночь, Но аккуратно. Ты, кстати, к фейерверкам, к салютам как относишься? Я отношусь очень хорошо. Я их не запускаю, я просто люблю наблюдать, как запускают их другие люди. Но все мы понимаем, что это не всегда безопасно, даже если просто неправильно хранить пиротехнику в квартире. Она может вызвать пожар. Как не допустить беды и не омрачить праздник, в своих рекомендациях рассказали сотрудники Благовещенского управления по делам ГОИЧС. Продолжение следует... Присутствовать увлажненные места и разрывы. Фейерверки следует хранить в недоступных для детей местах, желательно в отапливаемом помещении. В противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Такие фейерверки категорически запрещаются сушить на отопительных или используя нагревательные приборы. Опасно хранить пиротехнические изделия во влажном, а также в очень сухом помещении с температурой воздуха более 30 градусов по Цельсию. Также нельзя их оставлять вблизи легко воспламеняющихся предметов, веществ и обогревательных приборов. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Устройство с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать их возможного опрокидывания. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверков нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкцией по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации. При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После окончания работы изделия безопасно подходить к нему спустя как минимум 10 минут. Категорически запрещено разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования. В случае возникновения нештатных ситуаций звоните 101 для набора со всех операторов мобильной связи, 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб. Наша программа подошла к концу, но впереди целый день эфира, где наши коллеги и для вас приготовили много всего интересного. Как мы уже сказали, до Нового года остается совсем немного времени. Если у вас еще по каким-то причинам не появилось новогоднего настроения, мы советуем отправиться за подарками, купить себе замечательный красивый наряд, может быть включить романтичный фильм, закупить мандаринов. В общем, сделать все, чтобы ощущение праздника у вас все-таки появилось. Да, хочется пожелать вам ярких эмоций, успешного дня в этой студии. Сегодня для вас работали Екатерина Рыжкова и Станислав Леонов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова